Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А мы знаем, что во многом негласно даже в практике свои врачи учитывают обязательно такие особенности при лечении больных. Почему же мы затрагиваем на тему орофрингиального рака? Дело в том, что, несмотря на то, что заболеваемость других локализаций несколько выше, именно орофрингиальный рак имеет определенную тенденцию к росту по заболеваемости и, к сожалению, затрагивает, как представлено на слайде, практически все возрастные группы больных. Особенно это касается мужчин. Вы видите, что ВПЧ-ассоциированные формы именно рака ротоглотки у мужчин – это такая приоритетная проблема, в том числе и в России. На сегодняшний день основными тенденциями к унификации и совершенствованию лечения является учет биологии опухоли, учет желания больных и качества жизни. Ну и, безусловно, это не может происходить без совершенствования самих технологий лучевого лечения и костного лечения. К сожалению, диапазон результатов лечения при местной сферной форме, он достаточно велик. Вы видите определенный разброс, но, к сожалению, он не превышает по многим источникам 50-60% показателей пятилетней общей выживаемости. При этом у нас, к сожалению, есть такая определенная тенденция волнообразного интереса к лучевой терапии, которая наблюдалась уже много лет назад. Вы видите, что даже в 1937 году одни специалисты ратовали, как представлены публикации Женевы, за лучевое лечение, а другие были категорически против, аргументируя это последствиями облучения, в том числе, как представлено в слайде, ради ему женщины. В то же самое время статистика, сухие цифры статистики позволяют говорить о том, что лучевая терапия при опухоли головы в приоритете как повышения локального контроля, так и общей выживаемости. Точки приложения лучевого лечения во многом расширились за счет того, что мы подстрахованы великолепной хирургией, в том числе с пластиками, обширными вмешательствами. Мы знаем больше о биологии опухоли, мы можем точнее выбирать мишени облучения за счет современных методов диагностики, а главное, мы можем этих больных потом реабилитировать и выхаживать. Как представлено на слайде, у нас соответствующие направления интересов развития лучевого и химолучевого лечения. При этом я хотел бы отметить, что, к сожалению, сейчас мы до сих пор имеем дело с разнородной группой больных, которые многие получили лечение старыми технологиями, и мы сейчас имеем уже дело с последствиями того лечения, и во многом воспринимается через эту призму перспективы лучевого лечения. В то же самое время надо не забывать, что когда мы говорим о химолучевой терапии, вот акцент специалистов, не занимающихся лучевой терапией, он на все-таки лекарственные компоненты. А мы понимаем, что выбор мишени, грамотный объем мишени – это приоритет при облучении. Здесь отдельный вопрос – это грамотный выбор облучения лимфоколлекторов. Дело в том, что статистика во многом подразумевает неполный эффект именно по лимфоколлекторам. Вы видите, что есть разница в выборе даже в зависимости от локализации внутри такой группы, как рак ротоглотки. При этом объем облучения у нас остается, к сожалению, колоссальным. Это отдельный вопрос перистенификации. Сейчас есть работы по попытке уменьшить объемы профилактического облучения за счет, например, пятых, четвертых, первых B-групп. Но, к сожалению, ни одна из этих работ на сегодняшний день не позволяет поменять стандартному облучению. Поэтому объем облучения выглядит вот так на первом этапе и вот так на втором. Или же если это ингридный буст, то одномоментно вот так. Пожалуйста, представить клинический пример такого же стандарта. Это лечение с препаратами платины, доза 70-грей, хорошим результатом и лечением в виде полной резорции и подтвержденной длительной ремиссии. Но есть ситуации, когда мы не получаем полного эффекта. К сожалению, чаще всего они касаются, видимо, неполной реализации эффекта лучевой терапии в мишени. И вы видите абсолютный выигрыш, альтернативность схем именно самой, подведение самой схемы лучевой терапии, он не очень велик. Поэтому мы в приоритете ставим химиолучевую терапию у местностроенных форм рак ротоглотки. И здесь вопрос о выборе препаратов. Мы знаем, что стандартом остается сплотин, который активно используется с 80-х годов. Мы знаем, что стандартом остается одновременная химиолучевая терапия. Яркий пример этого пациента, которая у нас давно уже извлечена, с массивным поражением, в том числе метастатическим. На слайде представлены МРТ и ПСКТ этой пациентки. И вы видите, что даже лимфодонектомия последующая имела уже скорее першилактическое значение, поскольку опухоль и крест там найдено не было. Но ясности до сих пор нет. Вы видите, что работа 18-го и нынешняя работа 20-х годов показывают, что есть определенные разнородные группы с приоритетом индукции в последующей химиолучевой терапии, одновременной химиолучевой терапии и даже в некоторых случаях есть исследования с адювантом. Но в то же самое время эти работы, вот такие метаанализы большие, позволили нам сделать следующий вывод, что если мы акцентируем больше внимания на локальный контроль, то мы должны проводить одновременно химиолучевую терапию. При этом, к сожалению, обновленные данные, сводные больших метаанализов, не позволяют говорить о росте выигрыша этого метода в каких-то абсолютных цифрах. То есть выигрыш небольшой. И стандарт, сейчас дополняется еще препаратом сатуксимаб, это тоже известно. Хотел обратить ваше внимание, что стандарт подразумевает режим традиционного фракционирования, что на сегодняшний день не так актуально. Очень много работ посвящено уже режимам одновременного или последовательного буста. А с другой стороны, сам химиолучевой вариант лечения во многом, ну скажем так, не реализуется в полном объеме за счет препаратов платина. Видите, что больше половины больных не получает все три запланированных введения, если это длительный курс лучевого лечения. Есть еще один такой момент, если мы говорим о персонификации, что, к сожалению, часть больных потом оказывается даже при полном излечении в группе с проблемами почечного характера во срочный период. Это тоже дает свой вклад в гибель больных. Ну и, как представлено на слайде, часть больных вообще не получает исходно этого стандарта лечения. Причем, если мы говорим о том, что получается какое-то, например, первое введение, то часто не достигается кумулятивная доза, а значит, не достигается нужный эффект. И мы получаем, по сути, такое чисто лучевое лечение. Особенно в группе возрастных больных. Видите, что здесь как раз представлена та самая неприятная статистика нефотоксичности с последствиями у этих больных в длительный отсрочный период. Внедрение ингибиторов и GFR, конечно, открывает новые возможности, но тоже нам задает некоторые вопросы. Дело в том, что исследование Бонера, которое давно уже озвучило, что эффект лучевого лечения несколько ниже, чем лучевого лечения с тетоксимабом, вы видите, как представлено на слайде, во многом был основан на избирательном подходе опять же вот этих негласных параметрах пересвентификации. То есть речь шла о больных большей частью раком ротоглотки, речь шла о больных с хорошим индексом Корновского. И, конечно, это исходно закладывало определенный успех лечения, что и было показано в виде локального контроля общей выживаемости во сроченном периоде. И мы видим, что главный этот выигрыш сохранялся в течение многих лет. И позвольте представить нашу иллюстрацию. Это пациент, у которого исходно молодой вот такой вот возраст, как раз та самая группа, которую Бонер и большей части к себе включал, с большими объемами влучения, видите, объемом, который получали дозу уже 70 грейд, последовательное такое сокращение объемов, с хорошим эффектом как по эндоскопической картине, так и по КТ, и длитыми сроками наблюдения. Единственное, что у него сохраняет в следующий день, это хиростомия второй степени. Это привело, в свою очередь, к попыткам дальнейшего наращивания эскалации, по сути, лечения, в виде добавления к препаратам платинового туксимаба, к сожалению, которые себя абсолютно не оправдали. И на сегодняшний день нет такой ясной картины, когда же все-таки использовать альтернативу в виде биолочевого лечения с туксимабом. Видите, абсолютно разные результаты лечения в разных исследованиях. И мы возвращаемся к перетинфикации. Мы говорим о биологии опухоли. Видим, что, как представлено на слайде, избирательный подход за счет, например, даже экспрессии П-16 дает разительные отличия в показателях общей выживаемости. И мы возвращаемся к тому, что исходно пытаемся выбрать разные категории больных. Видите, больные ВПЧ-ассоциированным и ВПЧ-негативным раком. Не будем на этом останавливаться. Мы прекрасно знаем перспективы лечения и той, и другой категории больных. И во многом это основано на мощной мутационной нагрузке у больных ВПЧ-негативным раком. Но, видите, во многом мы не достигаем эффекта за счет отдельно взянных пулов и клонов клеток. Но в практику вот такая персонификация за счет экспрессии П-16, к сожалению, не вошла. Стодирование – да, как представлено на слайде. Но не в практику. И это сейчас попытки деэскалации лечения ВПЧ-позитивного рака за счет нескольких исследований. Отражается в виде исследований КОП, которое увенчалось успехом, видите, за счет индукционной полихиметропии. Уходили от избыточной нагрузки лучевой с хорошими показателями. Но опять же, к чему веду? Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Параметры в виде массивного регионального метастазирования, анамозакурения. Они все равно играют свою роль. Даже у этих групп с достаточно успешным излечением. И попытки вот такого баскет-исследования, когда все включается без дополнительных параметров, привели к тому, что исследование РТОК-10-16, к сожалению, не полностью себя оправдало. Вы видите, что разницы в показателях выживаемости были не в пользу в каргетной терапии. И это как раз было в многом связано с тем, что неизбирательно по другим параметрам отбирали этих больных. Таким образом, сейчас стандартом остается все равно химилучевая терапия. И при П-16-негативном и П-16-позитивном раке, то есть такой перенисификации, ее на сегодняшний день на практике, по сути, и нет. И мы попытались тоже провести деэскалацию за счет именно лекарственных компонентов лечения, но учли вот эти особенности лучевого лечения. И, видите, набрали две группы больных прямого сравнения, рандомизированные. А также посмотрели этим же методом лечения химилучевой сплатиной у больных П-16-негативным подтипом. И получили вот такие результаты. П-16-негативные опухоли реже отвечали полностью на лечении, в том числе даже первичные опухоли. При П-16-позитивном варианте, вы видите, все 100% пациентов, у них была достигнута полная результация первичного очага. Что касается лимфоденоктомии, участие больных, вы видите, она была выполнена, по сути, профилактически. Ипотоморфоз четвертой степени был даже у нескольких больных П-16-негативным подтипом. В итоге на сегодняшний день мы имеем двухлетний показатель без рецидивной выживаемости на уровне мировых показателей, даже несколько выше. Это представлено на слайде. Медиа наблюдения также представлено. Но что хотел подчеркнуть, что, к сожалению, мы не решаем одновременным бустом вопроса лечения П-16-негативного рака. Вы видите, показатели также разительно и в негативную сторону отличаются, как и во всех других исследованиях. Что важно отметить, что мы во многом сохраняли еще и функцию органов, что немаловажно этой категории больных, когда мы говорим о перспективах полного излечения. И у части больных, вы видите, в приоритете была фиростомия при модификации именно препаратом Платином, что подтверждает исследование международного уровня. Опять же, хотел бы сказать, что очень важно было сохранять качество жизни у пациентов на тех этапах лечения. Вы видите, что была определенная зависимость повышенная от обезболивания, была определенная зависимость от лечебного питания. Но, тем не менее, достаточно эффективно проходили само лечение больные, а главное, потом возвращались и специализировались, возвращались в нормальный образ жизни, уходили от зависимости от болеутоляющих крест и возвращали нормальные варианты питания. Все же мы имеем в виду все-таки перспективы перспективы перспективы. Мы говорим о том, что есть подкипы плоскоклеточного рака головы и шеи, которые мы, может быть, не так досконально знаем, особенно нас волнует базолоид, например, и зонтимальные подкипы, которые, вы видите, отличаются по показателями безрецидивной общей уживаемости. Таким образом, возвращаемся к тому, что мы недосконально знаем, как нам пока отбирать больных в эти группы. И здесь я хотел сказать, что на АСКО 2021, в завершении своего выступления, были озвучены очень интересные результаты. Ретроспективно проанализировали два исследования, которые не уничтожились в полном успехе в варианте баскета. И был отбор по экспрессии, внутриопухолю экспрессии CD-103 с пороговым значением 30%, которые показали, что если отбирать этих больных по параметру, тогда нет вот этого проигрыша таргетной модификации. Это очень интересное такое направление. И вы видите, при экспрессии более 30% и безрецидивная выживаемость в группе тетоксимаб лучевой терапии была также достаточно высокая. При этом, хочу сказать, что вот эти перспективы сочетания лучевой терапии с иммунотерапией, они пока оставляют больше вопросов, чем ответов, потому что, если с таргетной терапией мы имеем такую вот суровую статистику, с иммунотерапией мы имеем, с одной стороны, перспективы потенциирования иммунотерапии за счет лучевого лечения, о чем уже много говорилось и на конгрессе «Белые ночи», а с другой стороны, мы, к сожалению, оставляющие действия лучевой терапии тоже должны будем учитывать. И сейчас есть несколько исследований, мы ждем их результаты по интенсификации, донсификации. Авилумаб, как исследование в 2020 году озвученное, пока себя полностью не оправдал, но опять же речь идет о том, что Эзеркоинт подчеркивал необходимые сертификации по биологии опухоли. И вот в завершение такое исследование, которое подразумевало применение гурвалумаба и триллюмаба, которое показало, что значительно растут показатели безрецидивной и общей выживаемости у больных, которых применяет хитрая схема сочетания иммунотерапии с последующей радиоиммунотерапией, но при правильном отборе. Вы видите, что при 67% выпущения негативного рака и четвертой стадии большинства больных были достаточно высокие показатели общей безрецидивной выживаемости. Таким образом, пересинификация – это, конечно, вопрос будущего. Мы сейчас на таком промежуточном этапе, у нас есть отдельно взятые успехи, но говорить о том, что мы можем выделить какой-то один параметр и эффективно лечить больных, мы пока, к сожалению, не можем. С другой стороны, у нас, видимо, все впереди, будем над этим работать. Спасибо за внимание.